ну вот подсоединяйтесь смотрите как я плыву домой киев сейчас отплыли от своего отеля и плывем и на самолет на мало не очень не нравятся эти линии но вот венеции он прямой два с половиной часа летит вот если у вас безвиз вы можете совершенно спокойно по безвизу посетить венецию сразу скажу что все очень дорого еда дорого питье дорого если что здесь не очень дорого это устрицы хотя они тоже дорогие ну вот вот так вот мы приплывали вот в принципе так мы и уплываем красоты конечно которые здесь вас окружают когда вы находитесь наводят на совершенно потрясающие мысли ты делаешь выводы величие венецианцев о том что это застывший музей уже изменений здесь никаких не будет и хотя вода говорят прибывает чуть ли не два метра за последние 500 лет но тем не менее я думаю что эту сокровищницу придумывают как спасти и это все останется навсегда застывшей славой венецианцев шестнадцатого столетия на еще тех людей которые здесь поселились еще шестом седьмом веках и начали первыми забивать эти свои миллион свои чтобы посадили какой прекрасный столб здесь гуляли и как расписаны стены венеции в общем каждый купец старался не только причаливается сквозь этим своим входом все удивительно жить в городе находиться какое-то время и не видеть машин вообще даже велосипедов нет потому что в этих узких улочках на велосипедах не ездишь вот выплываешь отсюда из центра мы жили в самом центре ну а ты плывешь к месту пересадки на трансфер такси и потом уже в аэропорт еще 47 по моему или 45 минут 50 минут ну вот мост по которому мы гуляли вот там записывали прямой эфир ну вообще вот впечатляет конечно когда ты плывешь на этом чудесном такси она работает довольно таки тихо видишь вот бесконечных гондольеров которые вот профессия которая передается либо по наследству либо на место умершего гондольера ну платят им хорошо они здоровые сытые довольны поют серенады ночи не пей серенады вот так вот не сильно напрягаясь катай людей если раньше они созерцали больше европейцев потом очень много нашествия русских было сейчас тоже нашествие русских большое я имею ввиду выходцы из снг украинцев много здесь люди ищут где зарабатывать в принципе наверное здесь можно устроиться где-то на работу в обслуживании но овладеют конечно же этими всеми зданиями какие-нибудь потомственные богатеи ну вот это транспорт их на таком транспорте они это как типа автобус троллейбус или трамвай вот это такси мы на таком же такси везде в общем-то все проникнуто этой красотой когда уже насладившись и деньгами не наевшись на этих бесконечных пера проводя бесконечные вот эти вот фестивали свои не зная уже как развлекаться эти богатющие люди вкусившие не только свободу на свободу денег свободу тратить свободу производить то что им надо конце концов начали заниматься исключительно красотой искусством финансируя бесконечное множество ученых и в общем то поэтому венеция стала венеция много технологий здесь было придумано раньше всех европе на потом ситуация изменилась и португальцы открыли новый путь в индию потом колумб открыл америку и в принципе верфи венеции опустили и они потеряли былое могущество и венецианцы остались со своими музейными экспонатами превратились о чудо туристический рай сегодня это их деньги когда украину сравнивают с такими странами а как мы то понятно что нам стартовать надо вначале отменять налоги вводить систему 510 ну а потом становиться самыми богатыми в мире ну а лет через 500 можно вводить налоги и терять свое могущество и я всегда меня такие страны вдохновляются на пустом месте на затопленных островах свобода лучшие в мире условия для бизнеса для купцов для денег могут создать вот такие шедевры искусства медичи старцы так и говорил вот посмотри сынок на этот храм этот храм построил не до конца архитектор и его построили деньги его построил тот человек который сделал заказ архитектору потом профинансировал строительство который захотел сделать его лучшим в мире и потратил на это деньги я не самый большой поклонник богатых людей я знаю что все капиталы достаются не всегда праведным путем но то что деньги должны быть в избытке в обществе чтобы богатые люди в том числе и случайно появлялись вы появлялись так называемые дурные деньги которые идут уже на удовлетворение своих амбиций а венеция это амбиция амбиции которые мы к материковой части плывем амбиции как раз и движут людьми когда я рисовал будущее украины я подошел к этому амбициозно то есть какая самая большая амбиция украины 5 тысяч гривен небольшой доходец работа или это нет амбициями украинцев должны стать немыслимые высоты в экономике первыми оказаться в доступе к криптовалютам максимально свободное движение денег совершенно другая банковская система самая современная 21 веке не надо нам старую тащить ясно что и инновации должны быть самыми самыми ну а это все порождает свобода это вот так вывозят мусор видите таким краном в общем все что у нас ездит на колесах у них плавает на лодке ну вот мы и приплыли к месту пересадки вот такое у нас получилось небольшое путешествие 16 17 столетия а также в туристический рай для современных туристов если хотите насытиться искусством то конечно же венец а это один из самых привлекательных городов мира ну а по необычности это наверное самый необычный город мира он буквально плавает на воде как прекрасный лайнер корабль ну а украина это огромная территория 42 миллионами населения которое может вдруг стать самой свободной для предпринимательства для бизнеса для наших людей чтобы они в конце концов вкусили деньги которые заслуживают ну вот мы и прибыли на станцию где мы пересядем на автомобиль ну что зарабатываете приезжайте в венецию